друзья всех приветствую в начале очередной торговой недели мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях и самых главных новостных поводах сегодня в 17.00 по московскому времени пройдет вебинар правильный понедельник мы там разберем основные события текущей недели поэтому если фундамент друзья вас интересует и вы хотите разобраться в тенденциях и трендах с огромным удовольствием вас всех на него приглашаю не забывайте также что у вас есть возможность подписываться на наш канал о маркет оставлять вопросы в секции с комментариями если они есть и и также не забывайте ставить друзья лайки ну что ж начнем с рынка черного золота бренд и wti наконец-таки дали коррекцию опять же был фундаментальный повод для этого это данные которые вышли в пятницу по количеству нефтяных буровых а байкер хьюз их число увеличилось с 172 до 183 очень давно мы говорили о том что этот показатель близок к так называемому плата по количеству терминалов поскольку высокие цены на нефть уже давно стали причиной и главным катализатором при остановке спадом американской сланцевой буровой активности и судя по тому что наконец-таки удалось отбиться от минимальных значений возможно друзья тенденция увеличения количества буровых сохранится продавцы ждали возвращения на рынок американских производителей потому что чем больше и чем выше будет активности нефти бурение в штатах тем больше будет риска роста предложения который на мой взгляд по-прежнему превалирует над спросом из-за того что мы продолжаем говорить о негативных и разрушительных последствиях коронавирусной инфекции на мировую экономику поскольку нет все таки дала коррекцию и сейчас мы говорим о том что это были не только реализованные технические предпосылки но и есть фундаментальные основания друзья я снова буду пытать удачу зайти в цел через отложку с лимит с уровня 4470 это речь идет о бренде и надеюсь то что если рынок сейчас отдаст небольшой откат вверх сработает отложка и мы окажемся впоследствии на более низких значениях очень хочется друзья добраться до уровня 40 а может быть даже еще ниже американская валюта индекс доллара 9322 после тех колоссальных распродаж за которыми мы наблюдали последние недели индекс доллара смог восстановиться и многие сейчас действительно в него верят то что он нащупал дно дальше будет только расти я призываю вас все-таки еще раз оценить тот фундамент который сложился все фундаментальные предпосылки причины и основания задать себе вопрос почему доллар снижался в последние месяцы и изменилось ли системно что-то в этом то что протоколы стали причиной роста индекса американской валюты только по одной причине друзья это произошло потому что фрс помимо того что отметил понижательные риски высокую степень неопределенности и неясность экономических перспектив потому что опять же неизвестно как и дальше будет развиваться с корона вирусной инфекции он не дал детали по поводу дополнительных мер экономического стимулирования но это не значит то что ты этих деталей не будет после у нас на этой неделе конференция в джексон холли виртуально ну наверное это не важно нам прежде всего а что необходимо будет это последить за позиции джерома паул он будет собственно открывать эту конференцию я друзья уверен то что джером паул все-таки прольет свет на планы американского регулятора относительно дальнейшего смягчения монетарной политики это могут быть комментарии о том что ставки будут удерживаться на отрицательно точнее на минимально низких значений в течение длительного периода времени это могут быть намеки на потенциальное решение программы количественного на смягчение поэтому в целом по индексу доллара я сохраняю короткую позицию потому что уверен что если стимулы не придут со стороны американского регулятора мы дождемся подробности и все-таки протащенного решения относительно фискальных стимулов от конгресса я думаю то что переговоры продолжатся на этой неделе и вполне возможно друзья учитывая то что решение уже явно затянулось недели на четыре каждый забег вот на вот эти пять полноценных торговых сессий он может быть результативным в плане того что на рынок может прийти одобренная конгрессом на помощи новое фискальное стимулирование емкостью больше чем один триллион долларов и также если вы хотите все-таки разобраться с тем что будет с американской валютой я рекомендую все-таки смотреть за динамикой доходности американских облигаций сейчас вы должны понимать друзья то что фрс проводит политику активного стимулирования он фактически выкупает облигации с рынка и вот эта активность американского регулятора на рынке казначейского долга будет как раз и обеспечивать снижение доходности американских трежерис а сейчас доходность на исторических минимумах и эти активы уже не привлекательны для инвесторов поэтому если мы оценим потоки капитала в направлении американской экономики вы убедитесь друзья то что эти потоки существенно сократились и и ситуация в ближайшее время она не только не изменится она скорее всего станет хуже потому что фрс у придется активнее выкупать эти облигации и точно держать ключевую процентную ставку вблизи нулевой отметки ничего не изменится с трежерисом поэтому доллар который в принципе медведи черпали силы раньше в нисходящей динамике и в отрицательных показателях доходности типсов эти это облигации которые еще учитывать показатели инфляции они будут получать подкрепление своей идеей того что пока что американская валюта остается уязвимой экономика много отчетов которые мы разбираем каждую неделю друзья вы помните последний релиз по заявкам на пособие по безработице еще раз доказал нам то что рынок труда буксует количество первичных заявок снова перевалило за 1 миллион и в целом без работы остается больше 30 миллионов человек в таких условиях я не могу друзья поставить на рост на курс американской валюты золото 1933 в принципе те аргументы которые я сейчас перечислил в отношении индекса доллара они абсолютно справедливы и для золота поэтому золото я рекомендую рассматривать с позиции покупок на нашем канале на ютюбе а маркет сам появился ролик в конце прошлой неделе как раз о том что стоит ожидать от золота дальше если вы еще с ним не познакомились рекомендую найти несколько минут и посмотреть за теми аргументами которые я считаю важны сейчас для того чтобы принять решение стоит ли инвестировать золото стоит ли его покупать и вообще стоит ли с ним связываться ответы на эти вопросы вы точно получите и bitcoin 11 659 биткойн стабилен друзья если не покупали еще небольшим объемом рекомендую все-таки присмотреться к этому инструменту так же как и в отношении золота snp наша цель 3400 пунктов сделано друзья я думаю что можно смело держать длинные позиции дальше у нас яркий пример с тем как ходит nasdaq который буквально уже несколько месяцев каждую неделю обновляет исторические максимумы я думаю что snp отчасти может повторить подобного рода успехи и в качестве следующего целевого ориентира за того что мы все-таки ждем от властей сша дополнительных инъекций ликвидности можно ориентироваться на 3500 по индексу snp евро против доллара 1 1791 bank of america обозначили риск того что до конца этого года европейская валюта может дать внушительную коррекцию вплоть до отметки 114 но из-за того что я сказал и как я описал ситуацию в отношении доллара друзья я не вижу предпосылок и оснований из-за которых сейчас можно было бы отказаться от позиций длинных позиций по главному валютному риску поэтому цель 120 она сохраняет свою актуальность рекомендую придерживаться фунт против доллара 1 30 89 очень много сильных отчетов вышло в пятницу роничные продажи активность в секторе услуга производственном секторе позитивный комментарий комментарий от мишели бронье который является главным переговорщиком и с отметив что прогресс по торговой сделке скорее всего будет достигнут до октября друзья весь этот фон никак не повлиял на динамику британской валюты то есть на этом можно было бы неплохо вырасти но фунт просел это еще раз доказывает то что национальный фундамент сейчас полностью игнорируется есть только одна сила определяющая движение рисковых инструментов этот доллар раз по доллару пока что смотрим все-таки вниз европейская валюта австралийца фунт и прочие риски будут больше нацелены на обновление локальных максимум ну а фунт пока рекомендую сейчас не лезть давайте будем работать с главным валютным риском с евро против долларом и дожимать до цели 120 на этом все друзья всем хорошей торговой недели пока